Взрыв в порту Дуйсбурга. Почему до сих пор неизвестно, сколько человек погибло и пострадало? Ремонт в час пик. В самый напряжённый период железная дорога Германии закрывает самый популярный участок. Обвал эстакады в Индии. 14 человек погибло. Сколько всего людей под обломками неизвестно. Игры великовозрастных детей. В Германии в Тетрис сыграли на самом большом экране. Взрыв в порту Дуйсбурга. Погибли два человека. Инцидент произошёл во время работ на одном из пришвартованных танкеров Джулиус Рудгерс. После взрыва в носовой части танкера вспыхнул сильный пожар. Клубы чёрного дыма были видны над всем городом. Погибших взрывной волной выбросило за борт. Третий работник в настоящее время считается пропавшим без вести. Что конкретно взорвалось на корабле, ещё не выяснили. Возможно, это были остатки газовой смеси. Информацию о пострадавших и погибших тоже не спешат называть окончательной. Если это были сотрудники ремонтной бригады, пока ещё неизвестно, сколько их всего там работало. Пожарные погасили огонь в течение часа. Сейчас на месте работает полиция. Напомним, порт Дуйсбурга считается самым большим речным портом в Европе. В индийском городе Калькутта произошёл обвал эстакады, в результате которого погибло 14 человек, более 70 были ранены. Был ужасный грохот. В этой части моста прошлой ночью как раз заливали бетон. Мне просто повезло, я ведь собирался туда идти, но замешкался, и вдруг такое. Я увидел, как мост обрушился, много людей погибло. Там много людей под мостом стояли. Кто рикшу ждал, кто такси. Все оказались погребены под обломками. Причины и детали пока не уточняются. Сейчас проходят поисково-спасательные работы на месте трагедии. Спасатели пытаются разобрать куски металла и цемента. Велика надежда, что под ними остались выжившие. На кадрах, снятых индийским телевидением, видна торчащая из-под обломков рука, которая шевелится. В то же время, сколько людей могут быть внизу, полиция пока понятия не имеет. До Ичибан временно закрывает важный участок железнодорожного пути. Это отразится на миллионах пассажиров. Ведь по этому участку каждый день проходят около 170 поездов. Речь идет об участке пути между Ганновером и Касселем. Это будет серьезной проблемой для пассажиров, тем более, что именно в это время будет проходить Ганноверская промышленная ярмарка, крупнейшая в мире. Участок пути закрывается на ремонт с 23 апреля по 8 мая. В это время миллионам пассажиров из Берлина, Франкфурта, Мюнхена и Гамбурга придется искать альтернативные виды транспорта. Чиновники Deutsche Bank еще не прокомментировали предстоящие закрытия. Напомним, в этом году Deutsche Bank запланировал 850 проектов модернизации на миллиарды евро. Ведь в прошлом году многие немцы были недовольны работой железной дороги. Только 25% поездов дальнего следования приезжали в место назначения вовремя. В Германии снизился уровень безработицы. За год количество безработных уменьшилось на 87 тысяч человек. Впрочем, экономисты ожидали еще более быстрых темпов снижения безработицы. В Федеральном агентстве занятости в марте зарегистрировано 2 миллиона 845 тысяч человек, которые ищут работу. Это на 66 тысяч человек меньше, чем в феврале, и на 87 тысяч меньше, чем год назад. Уровень безработицы снизился до 6,5%. Экономисты ожидали более сильного оживления рынка труда весной, но прогнозы на будущее у них очень оптимистичны. В Германии стабильно развивается экономика, и есть постоянный спрос на рабочую силу. Занятость продолжает расти. По нашим данным, в январе взносы социального страхования платили 31 миллион 7 тысяч людей. Это на 730 тысяч людей больше, чем год назад. Но хорошие прогнозы не относятся к беженцам. Число безработных мигрантов постоянно увеличивается. В марте более 200 тысяч беженцев оставались без работы. Многие из них не имеют права на работу в Германии. Но есть и другая сторона проблемы. Молодые мигранты, которые получили такое разрешение, хотят устроиться только на хорошо оплачиваемые должности. А вот образования и навыков у них для этого нет. На 12 тысяч человек увеличилось количество безработных среди мигрантов. Нас немного пугает эта цифра, но это было предсказуемо. В будущем нам придется нести это бремя вынужденной миграции. Но пока что у нас нормальная ситуация на рынке труда. Большое число вакансий, рост занятости и хорошие прогнозы. Новая волна выступлений против реформы трудового законодательства Франции. В забастовке принимают участие государственные служащие и сотрудники предприятий, учащиеся лицеев и студенты. Строек транспортников привел к отмене половины региональных поездов и значительному увеличению интервалов движения составов парижского метро. Протяженность автомобильных пробок в столичном регионе составила более 400 километров, в два раза больше обычного. В Нормандии портовые рабочие блокируют дороги и мосты. Пострадали и туристы. На протяжении всего дня будет закрыта Эйфелева башня. Часть сотрудников компании сообщила о своем намерении принять участие в межпрофессиональной акции. Оставшихся было недостаточно, чтобы обеспечить функционирование памятника, прием публики и меры безопасности. В Париже были закрыты 11 лицеев. Два были полностью блокированы учениками, которые возводят баррикады из мусорных баков и других подручных средств на входе в учебные заведения, чтобы не пускать никого вовнутрь. Еще 14 блокированы частично. Несколько человек были задержаны у одного из лицеев после столкновения с полицией. Блокада является демонстрацией силы, которая показывает, что мы здесь и мы молоды, и мы устали от этой реформы. Люди гораздо более мотивированы, чем обычно. Они приходят, несмотря на дождь. Кроме того, наши учителя бастуют сегодня. Я думаю, что сегодня будет больше людей, чем на прошлой неделе. Манифестация следует от площади Италии на юге Парижа до площади нации на востоке. Выступления против пересмотра трудового законодательства в этом месяце проходят в Париже и других городах Франции уже не первый раз. При этом зачастую в ходе акции вспыхивают столкновения молодежи с полицией. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге оправдал войслову Шешеля. Лидера ультра-националистической партии Сербии обвиняли в подстрекательстве к убийствам и этническим чисткам во время войны в бывшей Югославии в 90-х. Тогда погибли более 130 тысяч человек. По всем девяти пунктам обвинения Шешель признан невиновным. Судья объявил об аннулировании ордера на его арест и назвал 61-летнего политика свободным человеком. Во время войн в Хорватии и Боснии Шешель участвовал в создании добровольческих отрядов сербов и командовал ими. В 2003 году он добровольно сдался трибуналу. Процесс начался четыре года спустя. Оправдание Шешеля, считают аналитики, принесет очки возглавляемой им сербской радикальной партии на парламентских выборах в апреле. Сам политик назвал решение трибунала единственно возможным. Турецкие пограничники расстреливали сирийских беженцев. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на оппозиционную группу «Сирийский наблюдательный совет по правам человека». По данным этой организации, за последние четыре месяца от рук турецких пограничников погибли 16 мигрантов, в том числе трое детей. Другие источники издания в Сирии и Турции утверждают, что количество убитых может быть больше. Эту информацию опровергает источник в администрации юго-восточной провинции Шанлу-Фра на границе с Сирией. «Это полная дезинформация. Турецкие военные никогда, ни в коем случае не будут стрелять беженцев. Турция приняла почти три миллиона сирийских беженцев, и на этом фоне подобные обвинения выглядят аморально», заявили в администрации. По информации Times, Анкара ужесточила политику в отношении беженцев в декабре 2015 года. Этим изменением способствовало и давление Запада, который требовал перекрыть свободный проход через границу, назвав его «дорогой джихадистов». Times пишет, что обстоятельства гибели беженцев ставят под сомнение разумность заключенного между Евросоюзом и Турцией соглашения. Напомним, согласно подписанному сторонами документу, страны ЕС будут направлять обратно в Турцию тех мигрантов, которые нелегально пытаются проникнуть в Грецию морским путем. Взамен европейские страны согласились принять у себя тысячи сирийских беженцев, находящихся на турецкой территории. Кроме того, в Турции ожидают получить безвизовый режим с ЕС не позднее 1 июля этого года. И, как стало известно, Еврокомиссия поднимет вопрос возможного расстрела турецкими войсками сирийских беженцев на ближайших переговорах с Анкарой. Умер нобелевский лауреат, писатель Имре Кертес. Лауреат Нобелевской премии 2002 года, бывший узником с лагерей Освенцим и Бухенвальд, скончался в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Венгерский писатель Имре Кертес родился в бедной еврейской семье. Во время Второй мировой войны в возрасте 15 лет был арестован и отправлен в концлагерь. Опыт Освенцима и Бухенвальда Кертес впоследствии осмыслил в своем творчестве. Два наиболее известных романа Кертеса «Без судьбы» и «Кадиш по нерожденному ребенку». Кроме того, его лекции и эссе изданы в виде сборников «Холокоска культура. Моменты тишины в ожидании перезарядки оружия во время расстрела». Нобелевскую премию писателю присудили с формулировкой за литературу, которая отражает противостояние личности и варварского бесчинства истории. Вот это Тетрис. В городе Киль студенты-компьютерщики сыграли в электронную головоломку, используя вместо экрана смартфона фасад одного из университетских зданий. Они установили на фасад тысячи световых панелей и запрограммировали их так, что панели меняют свет, как точки на экране смартфона. Управлять фигурами в этом гигантском Тетрисе нужно при помощи ноутбука. Ощущения от игры похожи на впечатления при игре в обычный Тетрис. Делится впечатлениями один из авторов проекта, студент Мерлин Кертинг. Вот только размах совсем другой. Свой проект студенты назвали «Маяк». Они собираются развить и усовершенствовать свой гигантский экран-фасад, поставив в каждое окно еще больше дополнительных световых панелей. Айтишники говорят, что гигантский Тетрис не просто развлечение. Это настоящий научный проект, при помощи которого можно понять, как ведут себя большие массивы данных. Ну а если с научными исследованиями не сложится, во всяком случае им уже удалось как следует развлечься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова